У нас сконцентрировалось такое количество событий, что все исключительно телеграфным способом, к сожалению, такой спич не получится глубоко. И поэтому я рассчитываю, что темы, которые мы будем с вами поднимать, следующие мои коллеги углубят до того, чтобы показать, ну, потрясти, если не электора, то, по крайней мере, других политологов. Вообще, конечно, сладкое меню, что там говорить, понимаете, бюджет принят Байден, Байден без бюджета, бюджет Байден, то есть это все очень. Второе, это очень интенсивное такое количество политической жизни, и что при этом парадоксально, что сами политики даже не видят. Вот мы, политологи, чувствуем, что интенсивность очень высокая, и нас это, ну, если не возбуждает, то заставит многое-многое думать, связывать события, понятно, почему они наклались друг к другу, почему они друг с другом совпадают, и какие последствия. А политики, смотрю, как-то так считают, что вот осталось несколько дней до Нового года, и главное, очередной раз не заболеть или не напиться. Так что тут такое дело. И третье, очень важно, на самом деле мы с вами уже говорим о формирующейся политической повестке дня на 21 год. На весь 21 год. На весь. И непонятно, почему это, повторяю, не заставляет задумываться политиков. Ну, понятно, я считаю, что самая, так как мы очень слабая страна, и в этом смысле, хотя это то, что я сейчас скажу, касается уже любой самой сильной страны, но внешние факторы на нас влияют не меньше, а даже больше, чем внутренние. А так как весь мир присматривается не только к выпуску новых айфонов или там мировых телесериалов, но и тому, как проходят выборы в Соединенных Штатах, уже в этом мало кто понимает и в Соединенных Штатах, и в мире. Но факт тот, что практически Байден победил, я об этом говорил в прошлый раз, это без всякой лести. Тут, по-моему, кто-то из гигантов политологии даже возмущался, Фисенко, по-моему, я надеюсь, мы скоро увидим его. И он говорил, что нет, нет, раньше 15-го это еще не президент. Ну, дело не в этом, мы же не юристы и не журналисты, которые берут внешнюю фабулу факта. Нас интересует глубинный смысл, который работает независимо от того, соглашаемся мы с этим или нет. По Байдену, значит, понятно, что, несмотря на, казалось бы, острейшую борьбу с Трампом, ему придется продолжить перестройку в Америке, перестройку партийной машины, прежде всего. Я надеюсь, что конституционную структуру трогать не будет. Но, по крайней мере, глубокая Америка понимает, что Байден не будет, как Трамп, уничтожать демократическую партию, оскорблять ее и там разлагать ее ради выборов. И он не будет, точно так, как Трамп хотел уничтожить демократов, Байден не будет желать смерти республиканцев. Но и той партии, и другой партии придется искать, в общем-то, второе дыхание, новую мотивацию, новую элиту. И это все очень реально. Что касается Украины, то, что Байден много раз здесь был, и сын его здесь трудился день и ночь, не покладая рук, и очень за хорошие деньги, это не значит, что Украина будет главным в его эпицентре. Но как источник тревоги для Москвы, конечно же, Украина будет использована и не раз. Мне понравилось недавнее высказывание президента Трампа, который сказал, а кто вам сказал, что я натравливал правоохранительные органы на сына Байдена? Нет, это они, так сказать, сами додумались. То есть это тоже сигнал правоохранительным органам, там наверняка тоже люди, что не слишком надо сейчас что-то искать в Байдене и его сыне и так далее. И я думаю, что скорее, скорее Америка пойдет по институциональному пути. Она будет укреплять квази-украинские, но международные, так называемую антикоррупционную структуру, начиная от, естественно, НАБУ, кончая антиконституционным судом. Ну, я не раз уже здесь говорил, что по-настоящему механизм, как в 1937 году, так и, допустим, в 2021 году, будет антикоррупционный, но я имею в виду, если будут тюрьмы, тюрьмы и будут судебные решения. Если не будет тюрьм для олигархов и для богатых коррупционеров, то ничего с этого не будет. Следователи будут приносить очень важную информацию, а антиконституционный суд будет сбивать, так сказать, накал страстей. Это тоже неправильно. Посмотрите, как румыны. Статистика просто великолепная. Два президента, шесть министров, два сидят, да, они сидят не на баланде, да, но, по крайней мере, они ограничены от коронавируса, от общения, от денег. И для румын это очень важно, пусть на большее они не способны, хотя бы так. И, кстати, я вам не случайно сказал про румын, потому что, когда сейчас наши политики активно разлагают НАБУ, антиконституционный суд, то это, во-первых, борьба между старой правоохранительной системой и новой. Ну, если вы помните, я извиняюсь за нехорошие грязные аналогии, в 1937 году там тоже все буксовало, пока не появились так называемые тройки. Тройки, они заменили классический судебный и исследовательский процесс, и поэтому дело пошло очень быстро. Пока, в общем-то, они вышли из-под контроля, пришлось потом уже и тройки расстреливать. И то же самое здесь у нас. На самом деле антикоррупционные вот эти структуры, они где-то живут, должны жить параллельно, параллельно укорененной традиционной коррупционной структуре Украины. Тогда с них что-то получится. Если они будут проводить свадьбы, сауны и дни рождения вместе, то с этого ничего не получится. Да ладно, об этом не надо. Поэтому я хочу сказать, что Байден, мне кажется, будет заниматься институтами Украины. И второе, это вообще будет пик 2021 года, нашими олигархами. Уже сейчас Байден стоит перед двумя проблемами. Уже сейчас. Он человек пожилой и быстро стареет, но когда у него есть свободное от работы время, он думает, что мне, над кем мне надругаться в Украине? Над Коломойским, который там завис судебными процессами на 2 миллиарда долларов? Или над Порошенко, который пытался, так сказать, участвовать в политической интриге? Вот он посмотрит, что он выберет? Борьбу с коррупцией и жертву Коломойского? Или займется Порошенко? Очень интересно, вот чем это будет. Так что оставим пока Америку. Единственное, что хочу сказать, которое к нам не имеет ни малейшего отношения, поэтому можно не обращать внимания, на самом деле в мире буквально несколько дней назад возник 1939 год, 1 сентября. То есть началось, ну я не хочу нагнетать, но это будет хуже, чем там Сноуден и хуже всего. Началась кибервойна. Во-первых, мощное, открытое, масштабное наступление на американские министерства, взламывание их. И второе, что сделали американцы в ответ, выброшена информация о полтора миллионах китайских активистов по всему свету. А тут же дело не в этих активистах и дело не в содержании, а дело в том, что великие державы показывают свою компьютерную мощь. Вот это важно. Кстати, то же самое касается Украины. Дело не в том, что мы могли поймать 20 вагнерцев здесь на Украине, а дело в том, что какая-то группа показывает другой группе, что в высших эшелонах власти существует предательство. А вагнерцев это было не так важно. И теперь эта тема будет дальше развиваться уже в 2021 году как-то по своим каким-то параметрам. Так что между Россией, Соединенными Штатами и Китаем сейчас идут ожесточенные в этом смысле бои, которым, слава богу, мы прямо не имеем отношения. Но вы не забывайте, что в мировом сообществе такие страны, как Нигерия, Ямайка, Индия, Украина, рассматриваются как некие прокси-страны, через которые происходят многочисленные события. От продажи оружия, ракеты, это было давно уже, кончая компьютерами. Оставим это все. Давайте совершенно сразу бросимся... Конечно, что касается Украины, то самое главное, это все-таки принятие бюджета. Это здорово. Вот я не буду скрывать, год здесь я вот открыто об этом говорю. Я постоянно говорил о том, что большинство украинских парламентариях крайне низкого человеческого и профессионального качества. Крайне. Это не значит, что я сверх личности в это считаю себя лучи их. Но депутатский корпус один из самых худших с 89-го года. Я, честно говоря, всех и знаю, потому что в 89-м году, в общем-то, появился там Верховный Радийский. Наверное, самый лучший был состав. Сильный был. По крайней мере, чисто в человеческом качестве это были очень сильные люди. И второй тоже был неплохой. Да, тоже очень, очень неслабые ребята во всех отношениях. Потому что за каждым была биография, а не скоростные лифты. Или рулетка. Когда олигарх говорит, ну давайте вот человек на букву О или П сделаем министром. Не важно как. Потому что они показывали, что не личные качества министра важны, а схема. И вот поэтому я хочу сделать немножко коррекцию. Что да, это очень слабые депутаты. Да, они немножко жадные. Они немножко пугливые. Они дезориентированы. Они каждый ищет свой какой-то угол. Они, в общем-то, за это время так и не стали национально ориентированными. Я имею в виду большинство. Но бюджет приняли, а это является доказательством того, что Верховная Рада все-таки работает. И в этом смысле, по сравнению с Офисом Президента и Кабмина, все-таки Верховная Рада, как институт власти, оказался чуть-чуть выше. А теперь то, о чем такой сильный контроль. Кто подписал и кто пролосовал за бюджет. Там, в общем-то, мы видим мощную сейчас волну критики Тимошенко. Почему она всегда в оппозиции сейчас подписала. Тимошенковский сопротивляется очень слабо. Типа, ну, вы знаете, там есть хорошие социально защищенные статьи. Во-первых, надо знать Юлию Владимировну Тимошенко. Как только завтра начнется деградация нового бюджета, она тут же его будет критиковать. И правильно сделает. Но второе. Это уже политологическая вещь очень важная. Да, перед ней стоял вопрос. Либо оставаться в оппозиции к любому бюджету. Либо присоединиться к бюджету и получить какую-то волну критики. Дело в том, что если бы она не проголосовала за этот бюджет, то кроме мотива национальных интересов и в том, что все-таки стране нужен этот бюджет, это понятно, тут важно то, что она избежала политической ловушки. То есть, скажем так, глубокая и какая-то сильная интуиция Тимошенко подсказала ей, что не проголосовав, она остается младшим партнером Порошенко и Медведчука. А это конфигурация в политическом плане. Очень опасная. И она выбрала... Бэткомпани. Да, да, да. И она выбрала вариант, то есть тоже плохой, но менее, чем политический. Ей говорили бы, ну вот видите, в самом главном вы оказались едины. И, конечно же, она очень этого боялась, и ей удалось это избежать. В этом смысле интуиция ей подсказала правильное решение, и она правильно поступила. Не говорю про Ветренко, потому что дело не в этих четырех миллионах, и не в том, что он не стал вице-премьером, а дело в том, что уже два года, незаметно для нас с вами, идет легализация сверхгонораров, сверхзарплат. Если вы заметили, как только пришел президент Зеленский, он открыто стал платить своим людям огромнейшие деньги. Ну, хотя бы классический пример этот постаревший сарасенок Лещенко. Это для вас он еще молодой, но видно, как человек сгибается. Каждый месяц получат, отрывая от зарплаты железнодорожников, 300 тысяч гривен. Это невероятно. То есть нас через Лещенко и через Ветренко приучают к тому, что есть сверхбогатые специалисты, если они нужны. И вот это большая политологическая проблема. Какой уровень должен быть у министров или у лоббистов правительства или администрации, для того, чтобы он одновременно сохранил человеческий облик, и вместе с тем давал какую-то выгоду. Это будет дальше продолжаться. Теперь последний маленький сюжет, и все связанное с судебным преследованием Татьяны Чернова. Понимаете, в чем дело? У Ермака закончился сюжет, связанный с заигрыванием миротворческого процесса. Ничего не получается. И кто смотрел пресс-конференцию Путина, довольно, кстати, неинтересную, он сказал, что, в общем-то, украинскому президенту не хватает мужества для того, чтобы принять решение по миротворческому процессу в пользу сепаратистских республик. А я думаю, наоборот, президенту не хватает мужества для того, чтобы честно признаться, что минские соглашения не подходят и противоречат национальным интересам Украины. И в этом виноват предыдущий президент. Но дело не в этом. Дело в том, что Черновол Татьяна не случайно выбрана для того, чтобы сейчас она, как один из символов Майдана, выбрана, хотя юридически там, конечно, будут большие проблемы, большие проблемы, выбрана для наказания. Это каким-то образом должно смягчить давление генерала Гру Козака на Ермака, потому что за год Ермак не выполнил ни одно свое обещание. И если удастся действительно засадить Черновол в тюрьму, то это будет какая-то вот такая компенсация тем мощным усилиям, которые делает Кремль здесь, на Украине. Можете не саневаться, сразу же, так как это будет сильное давление, президент, я думаю, примет решение о ее помиловании, и тем самым он как бы удовлетворит вторую политическую силу. Да, на этом покуражится, конечно, Порошенко. Я не знаю, почему в администрации президента так ненавидят политологов, политических консультантов и профессионалов. Ну, понятно, не обязательно слушать профессоров с университета или людей, которые разбираются глубоко в политике. Но отсутствие политического, когда-то вы об этом хорошо говорили, что люди обладают властью, а при этом почему-то не обладают политическим каркасом при действиях или оценке событий. Ну вот, все, спасибо.